Бразильцев, пожалуй, наряду со сборной России, обидчиками Селесаум, главные фавориты теперь? Да, интересно, вообще сейчас коллаборации получаются, фавориты номинально бразильцы вылетели, и сейчас, наверное, любая команда может претендовать на медали, плюс, конечно, наши ребята, которые выдали фантастический матч, просто обязаны дальше по футбольному продвигаться по турнирной сетке. В бело-зеленой форме Сенегал, лучшая сборная африканского континента, против лучшей команды у европейского, победителей Евролиги и Европейских игр, второго в истории розыгрыша этого крупного многоспортивного старта. Португальцы начинают с центра их состав. Андраде, голкипер, 12-й номер, четверка полевых, братья Мартинши, 8-й номер Б, 11-й Лео, причем Лео висит на желтых карточках. Пятый номер Джордан, лучший игрок мира по версии БСВВ, но не по-наше с Егором. На сегодняшний день, скорее всего, это Дмитрий Шишин, да не скорее, а точно, наряду с Крашен, с Чушковым. По этой игре, которую он выдал сегодня с бразильцами, я бы сейчас на месте Джордана бы зашел в гостиницу и отдал бы этот приз, который получил Диме. И второй номер Каимбра у португальцев. Такая пятерка начала игру у Сенегала. Португальцы, естественно, в красной форме. Разобрались Эльси Ниндяй, голкипер, по меркам своей команды уже ветеран, опытнейший игрок. Первый номер. И далее четверка полевых, не нудя, а та. Номер второй, Рауль Менди, четвертый. Пятый, Мамаду Сила и Бабакар Паль. Седьмой номер. Главный тренер Омар Сила. Сенегал в атаке. Сенегал играл с нашей сборной в одном квартете, где занял, внимание, первую позицию. Благодаря этому Сенегал вышел в четвертфинале не на Бразилию, а на Португалию. Но хорошо это или нет, покажет только данная встреча. Да, уже все эти прогнозы оставляем за скобками, потому что никто не хотел встретиться со сборной Бразилии в одной четвертой. А по факту наши доблестные ребята, наша сборная без Макарова и Папоротова, продемонстрировав характер, дух, волю, великолепный футбол, выбили действующих на данный момент чемпионов мира с турнира. И у нас уже первая желтая карточка в матче. Каимбра получил предупреждение за симуляцию. Нырок ярко выраженный. Ну ты видел сам все, Кирилл, да? Все видели. За дверцу шкафа пытался зацепиться руль Каимбра. И судьи молодцы, здорово момент этот разобрали. Кстати, хороший турнир проводит Каимбра в целом, за исключением этого момента. Да, эпизода, конечно, нет. Фааль. Удар выше ворот. Наверное, самый, да, такой раскрученный футболист у сборной Сенегала. По количеству мячей тоже лидер своей сборной. Но при этом на чемпионате мира лидирует и лучшим снайпером на данный момент Сенегальцев является Мамур Диань. Десятый номер. Он как и Диата, Нину Диата. Но он Белоруссии, по-моему. Белоруссия, 5 мячей. Вот еще есть очень прекрасный игрок Минди под четвертым номером. Тоже на нем акцент делаем. Есть большая надежда, что эта встреча станет очень результативной. Потому как и против сборной России устроили перестрелку. Сенегальцы 7-8 проиграли. 7 мячей опять же отгрузили белорусам. 7-2 победа. И только с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые строят игру скорее от печки. Такую очень тягучую. Там такая жаркая печка у них. Потому что они всегда низовой футбол играют. И если бы Дакабы, потому что уже обсуждали эту историю с плохим Кенальти, которого не было, на мой взгляд, тоже. На Макарове мы проиграли 1-4. Арабские Эмираты не могут перестроить игру, если они проигрывают в счете. Если они проигрывают два мяча и более, то игра на них заканчивается. В атаке Сенегал. Двоечка. Ой-ой-ой. Молоду Силла. 1-0 в пользу Сенегала. Можно сказать, уже практически доброй ночи. Без 7 минут полночь у нас в Москве. А в основном сегодня не самая жара. Сенегал открывает счет. И повтор эпизода. Это пластика. Координация. Вдвоем с Раулем Менди разыграли эту комбинацию. Твоя любимая комбинация мини-футбольная. И Менди вбрасывает мяч с песка под удар. Советские специалисты называли это двоечкой. Но здесь водинар. А поклонники московского Спартака из 90-х стеночкой. Но в стенку в пляжном футболе тоже можно играть. Спросите у Шишина и Крашенинникова. И у сборной Сенегала, как выяснилось, 1-0. Интереснейшее начало, интригующее. Португальцы уступают. Сегодня уже один сюрприз был. Почему во втором не состоятся? Ни нарушения правил. Фалит Каимбра. В пассиве которого уже есть горчичник. Где Асия? Вот здесь. Смотри как. От двоих ушел. Финт Райана Гигза все-таки жив. Круифа по-разному великого голландца называли. Великолепный прием, исполнение. Все это за Сенегалом. Скорость, мощь, атлетизм. Это те козыри, которые могут разыграть сегодня игроки Мара Сила. Удар с подъемом. Андраде парирует. Но с мячом вновь игроки в светлой форме. Львы тиранги, как их еще иногда называют. Удар Ндиая. Голкипера, который редко отдает такие нацеленные, выверенные передачи. Скорее бьет. Ндиая все время, да. Если поднимает мяч, угрожает воротам. Либо уже пользуется игрой руками и вводит мяч сразу в атаку. Но у португальцев, конечно, все будет идти от Джордана и братьев Мартинши. Это основная ударная сила. Тройка плюс галкипер Андраде. Пока мы не видим Бельшора. Еще одного легендарного португальского игрока наряду с Маджером. 42-летним капитаном, седьмым номером, вожаком португальской стаи. Ну, самый возрастной футболист чемпионата мира абсолютно точно. Маджер. 77-го года рождения. 42 года. И при этом у португальцев есть и 18-летний Рубин Бриллианте. Или бриллианчита. Даже с нотками бразильского диалекта. Некоторых регионов. Да, молодая поросль. Некогда в таком необозримом прошлом. Поэтому Джордан также начинал в возрасте 18-19 лет. Как раз тоже Маджер его пригласил. И вот что случилось сейчас с Джорданом, все понимаем. Лидер. И Маджер располагается возле Бровки. Совсем скоро появится легенда всего мирового пляжного футбола. На площадке меняет Джордана. И Бельшор там вышел. Перееменность поколения есть, но не такая ротированная. Немножку, да, сначала Джордан, сейчас Бриллианты. Натурализовали братьев Мартиншев. А так на поколении пока не сказывается очень. Потому что если Джордан появился, Маджер, Торыш, Бельшор – это давнишние лидеры, которым уже под 40. А Маджер даже за 40. Сейчас не цеплял ли соперника Торыш руками? Если бы, конечно, игроки сборной Сенегала могли показывать нарушение правил, так здорово, как это делают Гавриэли Гойли или Бруно Шавьер, тогда бы, конечно, штрафные зарабатывали гораздо чаще. Но они играют душой и сердцем. За что им огромное спасибо и благодарность. Да, чистая игра. И Сенегал достойно вышел по делу в четвертьфинал. Мяч в руках у Андраде. Бельшор просит мяч, получает его. Передача пошла. Пока темпы и скорости откровенно низкие. Ну, практически половина первого тайма сыграно, да, минута остается до того, чтобы был экватор прям тайма. Ты ожидал верхового футбола по голам, пока наоборот. Бельшор пытается перехитрить защитника. Вон. Подбородком мяч остановил. Немножко по темпу не успел. Передача, в принципе, хорошая была от Бельшора. Надо было грудью подрабатывать, потому что вон тут же сразу через себя бьет. Андраде. Маджер. Не совсем удобно мяч обработал. А, по-моему, готовил тоже, да, удар. Решил вернуть через Эллинтона. А вот сейчас промык ударей. Лучшие годы бил, поточнее. В честь своего идола, блестящего форварда из Алжира. Уже африканский континент, но футболиста. Порту, национальная сборная Алжира, Маджера. И вот Маджера, передача вона такая была брошена, да? Да. Вот он живал у Виктора Сараива. Это уже Марио Нарциза. Нарцизу, там у него ассистент Бирло. В таких очках, как профессор, тоже за сборную играл. Но в этом компоненте Минди, мне кажется, самый сильный. Он по песку бежит с мячом и обыгрывает, и забивает, и он через себя может пробить. Хотя визуально такой, можно сказать, не выглядит так, не очень, не казисто так, не то, что неуклюже, но габариты. Зато он руками расчищает себе плацдарм для удара. Габариты потрясающие. Пространство. Все использует силу своего тела, физическую готовность. Я один из единственных футболистов, кто с бородой, да, у нас находится, с растительностью на лице. Минди, вновь спиной к сопернику, мяч сохраняет. Классно разобрался. Ну, он играет спокойно, я думаю, что у него психологическая такая устойчивость огромная. Он, если ошибется, я думаю, не сильно расстроится. Показали нам еще раз Иоамара Силам, наставника сборной Сенегала, в атаке португальцы. Мяч быстренько потеряли. Не отступает от своей игры сборная Сенегала. Пробуют они как-то все-таки момент создавать. Какие-то атаки начинают через пас, пытаются верхним играть, но зачастую делают, и гнут свою линию чуть-чуть при каждом моменте, сразу бьют поворотом. Минди Ай в игре, это Бэм Мартинш, один из двух братьев Близнецов пробивал. Теперь слева ноги под перекладину. Минди Ай опять спасает Билл Бэм Мартинш, номер восемь, а его брат-близнец номер одиннадцать. Лео Мартинш, одиннадцатый. Два брата Макробата. Главой в исполнении португальцев. Маджер буквально какие-то секунды провел на песке. Ну да, он... Точечно его вводит, нарциссы. Довольно-таки давно уже, да, играет. Не столько времени, как раньше. Когда-то на стандарт выйдет, где-то там начальный матч начинает, две-три минуты играет, и потом может даже целый тайм сидеть на скамейке запасных. Аналогии можем провести с Фалкао, известнейшим бразильским игроком в мини-футбол. Последние годы тоже выходил на короткие отрезки, когда бразильцы разыгрывали пять на четыре или его клуба один-один. Это Джордан, пятый номер португальской сборной. Ничего себе, какое празднование. Блестяще поймал мяч на подъем после передачи Бэм-Мартинша. И в дальний угол без шансов для Ндяя. Еще срикошетом от песка. Да, безусловно, без шансов. В дальний угол с отскоком от песка тяжело было вратарю среагировать. И такой даже высокорослый, длинный вратарь. По данным статистическим, там, антренопиметрия, Ндяя не мог среагировать. Четыре гола в четырех играх. Ровно гол за игру. Но мы прекрасно знаем, что тот же Федор Земсков забивает больше гола за игру в среднем. Федор вообще отдельная история. Я уже сравнивал его с Гердом Мюллером по голевому чутью. Он может иметь моментов за матч 2-3, а забить больше, чем имеет моментов. А по координации, гибкости, подвижности суставов... По координации с гибкостью, наверное, ты напоминал уже о Фалькао, о мини-футболисте. Я сравниваю с Ардамальем Фалькао, с Колумбийцем. Пластичность, гибкость. Федора все на уровне. Сенегал в атаке. Чужое штрафное. Она же вратарская в пляжном футболе. Андраде. Отличная передача в центр. Дальше перевод Джордана, но никто третьим не добавился. К этому быстрому прорыву португальцев к чужим воротам. Сенегал. Удар заблокирован. Джордан. Передача на Бе Мартинша. Тот обратно на Джордана, но здесь подстраховка. Интересно у нас в этом матче, если взглянуть исторически, играют бывшие... Ну, вернее, Сенегал. Французская колония. А Португалия при этом тоже завоевывала многие пространства, географические территории. Удар через себя. Не опасный. Но натурализация у Португалии это обычная вещь. Потому что мы говорили о Лео Бе Мартинше. Это бразильцы. Тот же Альтун Андраде. Бразильцы. Тяжело представить, да, Кирилл, что кто-то из сборной Сенегала будет натурализован. Играют своими силами. Почему за ту же сборную Франции можно сыграть? Ну, Франция в футболе уже не такие обороты, не такой масштаб имеет. Не времен Эрика Кантана. Как жестко, но в мяч сыграл Бельшор. Отработал в обороне десятка португальской сборной. Я просто хотел напомнить, что Маджерта родился в Анголе. Тоже на африканском континенте. И потом уже спустя некоторое время перебрался в Европу. То есть есть и африканец в составе. По месту своего рождения. Ну и по внешнему виду, конечно, видно, что это все корни алжирские есть. У нас нарушение правил. Джордан держал за майку, за плечо. Фаля. Фаля. И тот будет бить штрафной. Владеет мячом португальцы больше. Комбинирует больше. Пытаются раскачать оборону сборной Сенегала. Вот по результату пока 1-1. Зато Сенегал больше попыток совершил. И нанес 12 ударов. У португальцев 9. В створ 3-3 ничья. Вот и 13-й пошел. Бабакар Фаля далековат от рамки. Бэй Мартинш. На Бельшора. Тот левой ногой штанга. Похоже, все-таки Диай, да? Диай задел рукой. Своими длиннющими руками. Перчатками. Одной из перчаток. Дэйшор успеет. Андрадем. Португальцы явно пока не форсируют события. Не включают полные обороты. С чем это связано? Связано это с тем, что сборную Сенегала тяжело взять просто так. На храпом? На храпом. Тем более, каждый футболист физически преобладает над игроком сборной Португалии. За исключением, наверное, Руйка Имбра, который тоже атлетичный футболист, защитник. А так, сравните братьев Мартиншев и Джордана, допустим, с Фалем или с Минди. И думается, что узнав результат матча Россия-Бразилия... А все уже знают и понимают, да. ...стали относиться и к своему матчу, подспудно размышляя. С Сенегалом шутки плохи, это точно. Главное, что их такая слабость. Единственное, это такая нестабильность. И недостаточно тактическая обученность при стандартных положениях, при угловых. Иногда теряются. Но я хочу отметить, что Сенегал по ходу турнира в этом компоненте прибавляет. И уже таких грубейших ошибок, как в матче первого тура против сборной России, африканцы допускают их гораздо меньше. Да, гораздо меньше. Тогда Сенегал выигрывал у сборной России за 2.31, по-моему, до конца третьего тайма. И такие голы пропустил комичные, очень такие веселые. В своем стиле момент угона. И появился Андре. Как раз Андре Фонсек, он заменяет Маджера в этой четверке. И вот Маджер появился и потом логично сел на скамейку у запасных. Очень мало времени проводит. Последние секунды первого периода истыкают. Ну, подать успеют, наверное, сейчас главой. Бельшор завершает рывок вперед, но не успеют португальцы нанести удар. 1-1 боевая ничья после первого периода. Сила отличился у Сенегала. И Джордан на восьмой минуте ответил. Отдыхаем. Многие букмекеры дают бонусы. Но ты не можешь забрать выигрыш без дополнительных ставок. Выбирай фри-бет от Винлайн и выводи выигрыш, когда хочешь. Фри-бет без депозита, без отыгрыша, на любой коэффициент. Фри-бет 1000 от Винлайн. Безусловно, твой. Совершенствоваться. Набирая обороты. Быть в первых рядах и ценить комфорт. Это ваш стиль. Это Ниссан Мурана. Ниссан Мурана. Двигатель комфорта. От 2 миллионов 99 тысяч рублей. Витапрост против простатита и аденомы. Блокирует боли резь и атакует затрудненное мочеиспускание. Витапрост. Ударная тройка против простатита и аденомы. Штаты. Это Винлайн тайм. Время ставок. Самое время сделать ставку. На винлайн точка ру. Нет ставки, нет игры. Винлайн тайм. Время ставок. Двигатель комфорта. Субтитры делал DimaTorzok Впереди вторая 12-ти минутка четверть финала чемпионата мира по пляжному футболу Сенегал. Португалия пока боевая ничья 1-1 и в целом равный ход поединка. Разве что португальцы гораздо больше, что можно было предположить владели мячом за счет подключения своего галкипера Андраде. Но Сенегал и стойко оборонялся и момент у чужих ворот создавал Сила. Открыл счет Джордан. Сравнял продолжаем работу Кирилл Земсков. Егор Еремеев. Да, португальцы действительно по первому тайму больше владеют мячом. Это логично, это соответственно их мастерству. Сенегал отвечает своими ответными атаками, быстро ничего не выдумывая, ни мудрости Лука убьет поворотом. И очень интересный факт, что пока идет обсуждение матча, установка тренера, отдых, сборная Сенегала не вся в полном составе не сидит на скамейке запасных, а сидят на песке. И один из помощников, может быть, да, или где-то из медицинского штаба. Да, это интересный факт замечания матча. Находится в шапке. Ты заметил, Кирилл? Именно так. Я уже отмечал это и ранее. Несмотря на жару. И по словам очевидцев, по словам жителей Парагван, 15 лет уже не было подобных погодных условий, тяжелых и непростых для всех, в том числе даже для самих южноамериканцев. Как здорово сейчас было, как расчертили Джордан Б. Мартин и Каимбра троем. Эта комбинация была, да, подстать именно каноном пляжного футбола, как из учебника. Шикарный момент. Не реализовали португальцы. Более 185 сантиметров. Это рост средних игроков сборной Сенегала. Впечатляющая цифра. Здесь мы снова говорим об атлетизме. Ну, на первом чемпионате мира тогда, 8 лет назад, соседний автобус как раз выгрузился на стадион, и сборная Сенегала выходила из автобуса. Я был удивлен их вообще физическим данным. Там был такой футболист Кукупаке, по-моему, 2 метра, чуть около этого. Как можно с ними играть? Оказалось, что можно. Можно и нужно. Поэтому вот они, если футбол еще научится играть более четко, они могут претендовать на медали чемпионата мира. Любопытно. На Мундиолита этот турнир проводится ежегодно. Португальцы в этом году 7-1 Сенегала обыграли. Но то Мундиолита, а это стрессовая ситуация. Плей-офф чемпионата мира. Большой палец показывает главный тренер сборной Сенегала Ндиайо за быстрый ввод. Андрадем. Ну, так же здорово выстраиваются, чтобы Эллингтон не бил по воротам. Хорошо перестраиваются игроки сборной Сенегала. И так течение матча немножко размерное. Темп упал. И только вот братья Мартинши могут его немножко взбодрить своими индивидуальными действиями. Один из них Бэм Мартинш. Ошибка, ошибка. Каимра не успеет. Удар от ворот. Вот от ворот. Вот это удар от ворот. Ну, перехват-то был хороший. Но дальше не успел Каимра. Откровенно плохо перед своими воротами Мамаду Сила сыграл. Автор пока единственного гола у Сенегала. Бэм Мартинш отлично. Джордан. Какое решение найдет через Б? Ну, они втроем, да. Два брата и Джордан всегда играют в пас короткий, длинный. Завязывают очень много комбинационного футбола. На Минди передача была, но не точная. Он еще очень колоритный, габаритный игрок. Без амплуа, скажем так, привязанности какой-то. Он с задней линией играет и впереди. Андраде, Джордан готовится снова вернуться на песок Торож, как и Фалю Сенегала. Тут нет никаких рокировок взамен четверками, квартетами, как принято скорее в такой славянской школе футбола. И пляжного в том числе. И мини-футбола. Да, у каждого тренера свое видение. Кто-то четверки меняются, там в разные временные отрезы. Кто-то по два человека, кто-то точечные делает замены. А у нас нарушение правил. Вот за вот это вот, да. Излишние эмоции Торожа. Торожа внешне напоминает игроков сборной Азербайджан по пляжному футболу. Безусловно, есть, да. И вот как раз он, если не заглядывать в паспорт, невозможно сказать, что ему 39 лет. А вот, да, образцово показательной комбинации смотрим. Каимбра все правильно делает, не попадает. Может быть, левой ногой здесь Бэй Мартин, чтобы посмотреть. Вот передача отваливается в середину, и левая нога, да, напрашивается. Диай уже все, тоже смотрел за комбинацией. Ворота потерял. Вспомнил я чуть ли не вчерашний эпизод из игры Лиги Чемпионов, когда Валенсия при счете 2-2 в главном Еврокубке футбольном не реализовала момент уже в компенсированное время. Вот там футболист также полез. Удобная для него ногой. Рабочий, ударный. Ну, мы знаем, что единицы могут играть очень круто, искусно, одной ногой. Начиная от твоего любимца Диего Армана Марадона, который в этой ситуации бы забил левой ногой точно. Если мяч идет под правую, она Рабона может исполнить. Также Ариен Робона можно исполнить. Но вот все-таки две ноги в футболе должны работать. Не то, что одинаково, но слабая нога должна быть на уровне. Андрадем успокоились. Очень успокоился темп, да. Он такой, не то, что в сон литургический идет, но первый темп был поживее. Нужен гол, тогда обе команды уверены встрепенуться. Но фаль далековато. Мы тоже картину видим, да, Маккирилл. Вот мяч Андиай, футболист получает мяч, в данном случае фаль. В середину разворачивается, есть момент, бьет. Попал, не попал, это уже так в сборной Сигал не очень волнует. В отличие от матчей группы редко есть доводка на столбах, на центральных нападающих сегодня у Сенегала. Бельшор, хороший перевод. Бе Мартинс. Мартинш. Отлично обыгрывает, а дальше, дальше прострелы и угловой. Вот опять недостаток опыта, игры в обороне и тактики здесь можно было подсказать, мяч пропустить. Просто, да, конечно, вот на лицо все сразу видно, да, как недочеты сборной Сенегала. Но Лимамуньянка решила от греха подальше. Маджер. Выбить. Да, второе появление легенды. Португальский анголец из Луанды, столицы Анголы. Андраде. Вот красиво. Может, немножко на публику, эффектно. Вон, ну это удар через себя. У него одно действие все время. Я так, не то что ругал, а рекомендовал там Семскову, Лениканурову, нашим нападающим, чтобы они не сбивались именно удар через себя. И то, что я вижу ребят, как говорят, чемпионат мира, глаз радуется. И они прислушались? Игра преобладает разносторонностью. Они уже играют в пас, в командный футбол, оторватывают в обороне. Вот, наверное, Вону не будут такой совет давать, потому что он не так сильно интересен, как Никаноров и Зимсков. Но видим, что при первой же возможности он бьет удар через себя. К этому любой соперник уже может адаптироваться. Лимамуньянга приводит в порядок, много воды приходится использовать. Мрачное лицо Умара Силлы, как будто его команда проигрывает где-то с разницей 4-4 мяча. Это тренерский штаб, он может, я уже говорил, в покер играть. Невозможно распознать по лицу, что они вообще хотят приготовить или дать своим футболистам, или какое настроение у них. Причем это не отражается на счете. Сенегал выиграл там у Белоруссии 6-2, у них было мрачное выражение лица. Это проигрывали в сборной России, было абсолютно такие же эмоции. Бельшор и Ниндяй. Красивый прыжок Эльса и Ниндяя. Опытнейший уже седьмой чемпионат мира для этого галкипера. А ему всего 29 лет. Для вратаря самый рассвет, самый рассвет. Самый сок. Есть нарушение. Большая пауза, здесь Торрс недумевает. Наверное, на нем опять нарушение правил. И вон тоже ошарашен таким решением арбитров. Спорный мяч. Интересно, здесь судьи не тигры немножко могут выпустить. Потому что футболисты не поняли решение. Гонсало Юрандир. Карвайо Перес из Сальвадора. Первый рефери матча. Ива Марайш. Бразилец ему помогает. Ну, по итогу штрафной удар назначили. Интересно, какое настроение сейчас преобладает у Ива Марайша. Марайес. Бразильца. После вылета его соотечественников. Думал он вообще об этом? Может быть, насолить немножко португальцам? Ну, если так говорить по национальному признаку, возможно, да. Я думаю, никто не думал, даже болельщики из нашей страны, что мы сегодня совершим такое чудо. И вот, пожалуйста, ответ всем хейтерам, всем скептикам, что наша команда без Макарова и Папородного выходит в полуфинал. 1-1 к середине матча между сборными Сенегала и Португалии. В рамках четвертьфинала Чемпионата мира по пляжному футболу Асуньсион, столица Парагвая. Страна без выхода к морю, к океану. Но есть значимая водная артерия. Маджер! Красиво, но не точно. Ну, да, штанга разновидность мимо. Хотя Маджер с его левой ногой может эпизод решить. Есть момент, отлично! Минди! Бельшору там пятой или шестой точкой все-таки помог не состояться голу. Вновь Рауль Минди нарисовал шикарный дриблинг, обыграл Андраде. Но тому на помощь пришел Бельшору. Но вот игра раскрылась тогда, немножко моменты пошли. Потому что первая половина второго тайма была достаточно такая скучная и размеренная. Но статус матча обязывает не рисковать. Минди Ай напоминает о том, что мы говорили, что он при каждой возможности сразу бьет поворотом. Никогда не продолжает атаку передачи. Все время бьет. Если сборная России, которая уже в полуфинале, сыграет в одной-второй против победителя пары Япония. У Италии, Швейцарии, конечно, то вот как раз победитель этой пары сыграет с триумфатором матча Япония-Уругвай. Все оставшиеся матчи вы обязательно увидите на каналах нашего холдинга. Минди Ай не достает. Есть угловой. Ну, насколько я знаю историю, по-моему, у Сенегала не было, да, полуфинала еще чемпионатов мира? Пятое место однажды занимали все-таки на чемпионате мира в седьмом году. Это идет градация уже года после вылета в 1-4. Там можно занять 5-е пары, 7-е, 8-е, 9-е. Ну, это понятно. Но вот все-таки в четверку сильнейшие не попадали. Так что важность этой веры для них очень и очень важна. Я просто хотел немножко приободрить поклонников сборной Сенегала. Бэм Артинш. Мол, были пятыми в мире, да? Джордан Мамет и... Опа, Аньди Ай! Ну, здорово, конечно, здесь. Супер спасение, возможно, лучшее сегодня. Айден Дяй. Джордан. Сенегальский волшебник. А бил он или играл на левом Артинша? Интересно. И автогол после этого. Как же так? То, о чем мы так часто говорили, невразумительное действие. Если честно, я расстроился Кирилл как раз именно за сборную Сенегала после этого момента. Лансана Диаси поражает собственные ворота. Ну, такое случалось только на ранних стадиях африканских сборнов в середине 90-х годов. Есть угол головы, а есть угол ноги. Ой, ну детский такой гол. Слишком острый. Конечно, ну нет. Ну, в этом вся, в этой чистоте, в этой искренности вся сборная Сенегала. Они могут вот здорово отыграть, смять практически сборную Белоруссии, забить всем мячей, катком пройтись, а потом с углового просто сыграть так. Забыли, забыли. Говорим Лансана Диаси. И справится еще девятый номер. 1-2 проигрывает Сенегал. И нужно идти уже большими силами вперед. Очень расстроился я дать техническое оснащение. Ну, я даже не знаю, как так можно сыграть. Именно в техническом оснащении, как этот мяч может отлететь в ворота. Стресс, психология, нервы. Сборная за последнее время Сенегала значительно поменялась. Можно говорить о смене половины состава. Да, есть такие опытные лидеры, как Ндиай. Ну, и много еще не обстрелянных совершенно ребят на уровне чемпионата мира. Диань сегодня тоже не так ярок, незаметен. Лучший снайпер Сенегальской сборной по ходу всего турнира. Номер обязывает легендарного Садио Мане. Еще один момент. Лео Мартинш подрабатывать стал. А сразу бы пробить Лео. В одном касании, да, ты намекаешь на это? Совершенно верно. Ну, причем до ворота там 8 метров, даже чуть меньше. Бить сразу надо было. Братья разыгрывают. А он как и Лео Месси, левша. Нет? Лео Мартинш нет. И Лео, и Бео, они два правоногих футболиста. Значит, двуногий. Вот это да. Они с левой ногой, с правой бьют, да. У Дианя шесть мячей. У снайпера сборной Сенегала. Для сравнения Гавриэль Гори 13. Еще один эпизод рядом со штангой. Братья разыграли. Сейчас Лео на Бео играл. И тот дальний угол мимо. Гори, конечно, себе задел Ганди Капу. Он еще жаловался там в последней игре, когда ему Дальдука дала отдохнуть. Он говорил... Я хочу 20. Таблицу, посмотри бомбардиров, пожалуйста. Забить. А почему нет? Пошла, пошла игра у португальцев. Много свободных зоны НДИАЙ. НДИАЙ выручает. Да, здорово разыграли. Но в этом моменте, конечно, лучше бы, чтобы кто-то был другой на острие атаки. Завершающая стадия не Каимбра. Он нарушает правила сразу, да. Затоптал рука Каимбра. А у Каимбра есть уже желтая карточка. Разобрался Мамур Диань. И даже вот так. Он пытался все равно встать сразу. Конечно, они даже не умеют симулировать. Когда это надо. Я не говорю, что надо кого-то обманывать, да. Но они даже так не делают. С чистым сердцем искренне играет сборная Сенегал. Вот, пожалуйста, штаб показывает. И один из ассистентов главного тренера находится в шапке. Видимо, предвкушает 1 декабря. Но он ждет приглашения в чемпионат России, где иногда не только в шапке приходится играть. В дождевиках, в перчатках, в варежках. У меня был такой опыт. После стандарта скажу удар Андрада на месте. По-моему, какое-то соревнование было в Анапе. Прекрасный наш город курортный. И там было минус один. Ветер, дождь. И зрители были только судьи. И пара очень прекрасных дружелюбных собак, которые сидели и смотрели на нас. Вот такое случалось. Но это было давно. И в Анапе уже погода стабилизировалась. Дианя готовится вести мяч в игру. Там пауза. Секундомер остановлен. Ну, у Сенегала стандартные положения такие же простые. Они блоки не делают никаких предложений. Так, вот момент. 3-1. Братья, 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 братья. И опять грубейшая ошибка в обороне. Провал. Кирилл, все началось с углового. Сейчас мы посмотрим на повторе. Вот это выбегание. Они возвращаются там трусцой. Хотя если два шага могут, сталкиваются. Даже мы видим вот эти технические ошибки. Конечно, в этом плане Сенегал пока далек от совершенства. Из репертуара детско-юрлужских коллективов. Да, и гол автогол, который мы видели. И сейчас вот двое футболистов сталкиваются. Но Мартинш, они за две секунды в поле пробегают. И вместо Буццо натирает голеностопу Лео Мартиншу, своему брату Бе. Чет становится 3-1. А ведь оба играли в чемпионате России. Тоже можно об этом вспомнить. Как и Маджер, как и Бельшор. Да, как раз четыре этих игрока сборной Португалии играли. Маджер, Бельшор такими первопроходцами были. К Илье Леону в Локомотив приезжали тогда в самом рассвете своем. Наводили шуруху, потом братья Мартинши приезжали. Элитон Андраде, по-моему, играл только за кристалл в Лиге чемпионов пляжной. Джордан, естественно. Симоне Дель Местр. Джордан, естественно, тоже играл за Спартак. Ну, наверное, приглашение в Вона или Каимбра, оно не целесообразное для менеджеров и тренеров наших клубов российских штук. Смотря каких клубов. Мы знаем селекционный подход центрального спортивного клуба армии. Там есть очень интересные приглашения. И очень много мы обсуждали фигуру Ходла, но не англичанина, а игрока сборной Швейцарии. Здесь статус легионера влияет, он по стандартам должен быть, наверное, сильнее, как обычно, да, чем русский футболист. Вот пример Ходла, он, к сожалению, говорит об обратном. Что есть у нас ребята, которые не играют за сборную, они Ходлу ничем не уступают. А соотношение цена-качество, наверное, лучше всего это в сторону Западной Европы, обратно, да, Беларусь, Украина. Бельшор. Движение локтем. А вот сейчас будет все видно. С этого ракурса... Ну, нет, правильно выпрыгивал Торыш. Другой вопрос. Какой-то невидимый локоть, да, сила увидел. Обман зрения, смотря с какой точки наблюдаешь за эпизодом, в игре эмоции. Спорный мяч, да, спорный мяч будет. Главное, что арбитры разобрались. Минута с небольшим до завершения второго периода. Постепенно все встает на свои места. В этом матче пока без большой интриги. Но, в принципе, Сенегау достаточно один мяч отыграть и... Да, если забить гол, то можно вернуться в игру. Но пока второй тайм под диктовку сборной Португалии проходит. И статистика только подтверждает эти слова. 10-7 ударов в створ. И по голевым моментам португальцы превосходят Сенегал. Ой, здорово, как здорово. С мячом работает Бе Мартинш. Передача Бельшор. Ньдяй спасает. Ньдяй, стеной встает на пути мяча. Пока только голкипер сборной Сенегала сохраняет шансы своей команде. Минди. Удар от ворот. А, нет, угловой. Угловой. Судьи, когда показывают руками в разные стороны, немножко так футбольного плывет. Но пока... Идеальный момент-то был, но Джордан опередился от соперника Сила. И три в одного. Плохо возвращаются очень. Хорошо, что Бельшор... Опа. Нет, но это же явный норок. По ходу. Тогда это симуляция и штрафной удар с этой точки. Смотрим. И разбираем. Хотя вот здесь уже совсем по-другому кажется. Ну, такой интересный момент. Сложный для определения для судей. Даже с этих повторов. Окончательно все-таки я тоже бы засомневался. Назначать ли симуляцию, либо пенальти. Нередко арбитры сами... Ну, им очень сложно. Они должны сразу же... Сразу же, да. Да, они объясняют, что я не увидел на сто процентов. Я не был уверен. А значит... Значит, пенальти нет. В этом случае... Ну, один из моих друзей тоже из футбольного... Прошлого. Не уверен, не бери свисток. Тоже правда. Не успели сенегальцы ударить. Этот удар уже после свистка состоялся. Или... Нет. Завершен второй период. 3-1. Португалия обыгрывает Сенегал. Мы совсем чуть-чуть передохнем. И снова прямой эфир из Асуньсиона. Это Винлайн Тайм. Время ставок. Самое время сделать ставку. На винлайн.ру Нет ставки, нет игры. Винлайн Тайм. Время ставок. Викинг и Валькирия. Новые парные ароматы от Фаберлик. Колдакт Флю Плюс. Принимать при симптомах простуда и гриппа каждые 12 часов. В Карри каждый день до 8 декабря – черная пятница. Скидки до 70%. Например, замшевые полусапоги от 2499 рублей. Если обувь, то карри. Многие букмекеры дают бонусы. Но ты не можешь забрать выигрыш без дополнительных ставок. Выбирай фрибет от Винлайн и выводи выигрыш, когда хочешь. Фрибет без депозита, без отыгрыша, на любой коэффициент. Фрибет 1000 от Винлайн. Безусловно, твой. Фрибет 1000 от Винлайн. Продолжаем наблюдать за фантастическими событиями чемпионата мира по пляжному футболу. Сегодня стартовали матчи плей-оффа в Ассуньсионе. В первом из них сборная России одержала историческую победу. Удивительную волевую, уступая 1-3. Все еще действующим чемпионом мира, но сложившим свои полномочия бразильцам. Выиграла 4-3 команда Михаила Лихачева. И уже в полуфинале. А за вторую путевку борются Сенегал и Португалия. Пока европейские и бразильцы ведут 3-1. Да, по диктовку, особенно второй тайм прошел в пользу сборной Португалии. И ты очень правильно заметил, это долго и масштабно и заслуженно будет муссироваться. Фантастическая, заслуженная, волевая, с кровью и потом добытая победа наших ребят над бразильцами. Ну я каюсь, я действительно удивился, когда посмотрел общую историю всех главных соревнований. Ничья 7-7 по личным встречам с Бразилией у сборной России. Кто еще может похвастать такой статистикой с бразильцами? Да, была встреча такого, что у нас со сборной Бразилии, ни одна, наверное, европейская и другая сборная таким похвастать не сможет. Мы просто так эмоционально болели за сборную России. Ну у меня даже немножко, да, голос сел. Да, некоторые цифры не успели назвать, но чтобы люди понимали, у бразильцев более шестисотен игр и 566 побед было. То есть процент побед, он нереальный какой-то для любого вида спорта. Наверное, из компьютерной игры только такую цифру увидеть. Но вот наши ребята, эти стереотипы все переламаны. Молодцы, молодцы, нет слов богатыри. И теперь болеем в полуфинале, а там соперник либо Италия, либо Швейцария. Не зря начали развивать популярный футбол в нашей стране. Момент у португальцев Мандиай. Мандиай сегодня здорово играет, здорово. Много спасает. Теперь вы еще откликнулись на звоз своего вратаря полевые. Еще один рикошет. Угловой. На стандартных положениях Сенегал просто очень играет. Ничего у них не получается. Их козырь – это ответная атака, быстрый удар, где-то может единоборство выиграть и потом сразу нанести удар. Пространство нужно ему, время. Мандиай. По диагонали. Мандиай. Падение без нарушения. И ответ португальцев красиво. Лео Мартинш. И сохраняет мяч на Б. И тут падает. И нарушение правил. Ноги в пользу сборной Португалии. Цеплял Диане Б. Мартинш. Какие же они душевные все-таки, каждый футболист сборной Сенегала. Никакой агрессии по узловому умысла. Нарушили правила. Пожал руку, готовится бить штрафной. Да, никакой злобы, абсолютно. Зачем бы Мартинш показывал нырок? И мы уже называли никнейм львы Теранги. Немногие знают, что это слово одного из диалектов переводится как гостеприимство Теранга. То есть народ Сенегала гостеприимен, открыт для всего мира. И в этом тоже проявление национальной команды, сборная по пляжному футболу. Мегалетний гегемон африканского континента. Это уже большущий успех, но надо двигаться дальше. Безусловно, 1-3, 9 минут 40 секунд. Джордан и мяч мимо летит. Да, есть такое выражение, да, день открытых дверей. Вот у сборной Сенегала двери всегда открыты, они всегда открыты к общению. Пожалуйста, смотрите, заходите, общайтесь. Это большой плюс. Приезжайте. Большой плюс, конечно. Не только Париж-Дакар развивается. Хотя он уже и переместился с африканского континента. Но это другая совсем история. Андрадем. Ну и Париж-Дакар мы тоже выигрывали, да, в Камазах. Сегодня Камаз. Дмитрий Пшишин. Пляжный футбольный, да, он прошелся по Паразильцам, которые немножко, на мой взгляд, надменно все-таки, да. И в Алиэр. Играли в футбол и за это поплатились. Уверовали в успех, собственно, непогрешимость. Тема хорош в спорте. Скидка вроде не совсем точная, хотя замысел интересный и правильный. Вот кто реша. Свисток. Тут интересный момент, что судьи здесь усмотрели. Джордану тяжело, муки боли. Вряд ли симулирует Джордан. Действительно что-то случилось неприятное. Пикантный момент. Много раз у меня тоже такие ситуации были. А вратарей и подавно. Но это часть спорта, часть футбола. Помог бы наверняка Спартаку в решающей стадии сезона Джордан. Вот такое соломоновое решение было принято. Пересекались все турниры за национальную сборную Джордана с клубными состязаниями. Еще одна из важнейших проблем. Тот вопрос, который нужно решать в современном пляжном футболе. Потому что в рамках чемпионата мира очень много мероприятий проводится вне широкого поля зрения. Мы это наблюдаем только за играми. А так есть и тренерские семинары, встречи между наставниками. Да, и в матже скучал совсем, потому что не дают ему игрового времени. Действительно так. И интересно будет, наверное, посмотреть на будущий сезон в российской суперлиге. Кого по итогам сезона. Там чемпионат мира, конечно, особняком стоит. То есть легионеры будут приезжать в наши клубы. Кого будут приглашать. Да, потому что относительно этого-то года календарного, где и европейские игры, и мировые пляжные игры, столько соревнований. Межконтинентальный кубок, Евролига. И на закуску самый главный старт чемпионат мира. Несколько в тени остались клубные соревнования. В следующем году будет полез. Да, сезон очень насыщенный, очень насыщенный на уровне сборных. И впервые чемпионат мира проходит после уже, да, межконтинентального кубка. Обычно это завершение сезона. Поэтому награды все уже раздали. А здесь тоже будут свои номинанты. Понятно, здесь отталкивались от климата. Потому что в Парагвай, по большому счету, сейчас весна. Это не лето южноамериканское. С ним игрокам было справиться еще сложнее. И так 33 градуса тепла иногда и гораздо выше. Бельшор. Комбинация красивая. Но прочитали ее сенегальцы. Африканцам нужно просыпаться. Сенегалу. Интригу мы просим и ждем. Дальний удар. Ну, по счету, не так все катастрофично для Сенегала. 1-3. 7 минут 20 секунд играть. Тут определяющим будет взятие ворот. Если Португаль забьет четвертый, то всем уже станет критичная ситуация. Но если счет станет 3-2, то тогда мы надеемся на жаркую концовку. Джордан. Здорово обыгрывает. Не стал бить правой ногой. Сохраняет мяч. А где же правая? И играет на Бельшора. Вот. Сейчас немножечко на эту тему поговорим. Мамадо Силан нарушил правила. Силан нарушил правила. Да, это недостаток все-таки опыта игры в пляжный футбол. И кто-никак как Бельшор почувствовал контакт, делал то, что надо. Посмотрите. Ну, очевидно, нельзя так играть. И то с паузы. Не сразу упал. Мгновение постояло и потом понял, что лучше так. Аналоги с баскетболом, да, когда там при броске по кольцу или кольцо идет касание и штрафной удар. Здесь Бельшор сыграл по-футбольному правильно. Потому что, ну, если так... Освободился от мяча и после... Тебя бьют по ногам. Задевают. Почему бы не упасть? Хотя в целом арбитры даже без падения должны такие моменты. В теории. Бельшор, а он любит и умеет. И посмотрите на реакцию, да. Он хотел, он здорово исполнял, конечно. Диай вышел, несмотря на рост. Все он не успевал бы, да, если бы Бельшор попал в створ. Переброс красивейший Бельшор. А потом уже в игру вступил Андраде. И досталось в область пресса, в живота Андраде. Ну да, он в кучу Малу попал и чревато. Там и Минди был еще, потому что мог Хеллинтону и достаться. Удивительно, играет по три тайма без замен. 40 лет футболисту, 40. Смелый сенегалец Андраде и Торыша в особенности. На всякий случай скажем, что Тиаго Петроне на запасной галкиперсборной Португалии. Первый номер на Мадубау. Сенегала 12-й. Совсем мы не называли полевого игрока Жана Шарля Блэка. У него 11-й номер и Буратиун 3-й. Это те, кто могут стать палочкой-выручалочкой, во множественном числе, целым ансамблем музыкальным. А вдруг? Ну или на будущее уже, да. На перспективу. Потому что, да, мы знаем, что ни Маджер, ни Бельшеву вечно играть не смогут. Ну, здесь мы про Сенегал сказали, а у португальцев Рубина Бриллианта ждем? Да, он и появлялся уже здесь, дебютировал на чемпионате мира, давали ему минуты. Но в такой игре, конечно, навряд ли он выйдет, хотя все возможно. Торышу тяжело. Что здесь случилось? Опять в эпицентре внимания Мамаду Сила. А прихватил, прихватил за шею. Поймал Торыша. Понятно и объяснимо реакция игрока сборной Португалии. Следующим заходом в час 25 по московскому времени начнется эта встреча. Сыграют сборные Италии и Швейцарии. Европейское дерби. Абсолютно непредсказуемая игра. Да, я думаю, там будет, скорее всего, наверное, верховой матч. От пляжного футбола. Больше пяти мячей на двоих рисунок положить. И не могу сказать определенную футболу, там 50-50, очевидно. Егор, а на афише кого нарисовал бы? Гори против Станковича? Это такой явный, очевидный вариант. Или? Ну, логично, да, было бы эти футболисты разместить. Или Ширинца против... Ну, скорее всего, наверное, да, Габриэль Горик, как бомбардир уже точно от итальянцев пойдет. А от сборной Швейцарии, возможно, и ноль от. И тот же Деки Станкович. Почему нет? Ну, а затем уже последний. Ну, кто-то из них забьет из этой тройки, я думаю, точно. За ходом совсем ночью Азия против Южной Америки, Япония против Уругвая. Фавориты японцы, но уверен, что Уругвай даст бой. Прорыв и момент! Ну, это просто фантастика, как они по песку бегают. Если бы сейчас попал, было бы здорово, сила. Один шаг, полплощадки сразу съедал Мамаду Сила. Ой, и как же это здорово. А где же раньше он был? Почему раньше так не играл? Свежее дыхание в третьем периоде. На его месте должен быть я. Вот как в обороне, да, отрабатывает уже. Минди. Минди вытесняет к бровке Джордана. Мяч потерян. Да, Сенегалу невозможно не влюбиться в сборную. Как же они играют романтично, честно и искренне. Я добавлю, что сенегальцы уже и так или иначе футволей развивают такбол. Вот им и надо как раз. Да, 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 все правильно, да. Бемартинш. Бельшор. Ну да. Джордан, автогол Диаси и Лем Мартинш. С передачи своего брата Бем Мартинша отличились в сборной Португалии. При том, что Сенегал вел, вел 1-0. Силан, Мамадо Сила, пятый номер команды. То есть пока у нас все волевые победы получаются. Да, хочется пожелать сенегалам ужать именно в футбольном плане, учиться на вот этих ошибках, смотреть. Понятно, что не так много у них турниров, мало они играют с европейскими сборными. И такие моменты уже мало кто себе позволяет допускать. Любая сборная, они понимают, где на нарушение правил надо себе позволить, где нет. Стараются всегда выезжать. И Мондиолит в том же участвовали. Логичные решения. Удар Бемартинш. Мартинш и 4-1. Похоже, точка. Отскок. Вот такая многоточие пока еще. 1-4, в принципе, 4-57. Что-то еще возможно вернуть. Но пока сенегал, что по второму тайму, практически ничего так не создавало опасного. Там были моменты, конечно. Но португальцы на классе, пока играют на классе. Реагировал, играл по мячу Ньдяй. Но отскок от песка. Это не везение, это умение найти кочку. Этот песочный бархан. Я бы сказал, это опыт. Которого, к сожалению, пока не достает очень крутой по материалу, по футболистам. Очень классная сборная Сенегала. Ряду игроков совершенно точно этого опыта не достает. Но они получают его прямо сейчас. Матчи против Португалии. Ну, по счету 4-1. Он, не скажем, такой вольготный какой-то. Ганди Кап, в принципе, для пляжного футбола отыгрываемый. По ходу матча видно, что Сенегалу будет тяжело. Вот опять Ньдяй. Удар и опасный. И там Андраде. И штанга еще была. Матжер может в этой игре еще появиться. Слишком сильная передача. Сенегал продолжает. И угловой. Уже с другого фланга. Мамадусила. Нет, отворот. Отворот. И Андре Лоренцо. Ньдяй. Пошли встречные курсы. Ньдяй быстро вводит мяч. Он не стал бить через себя. Бельшор. Удивительно. Да, очень удивительно. Ну, видимо, подсказал. Более опытный партнер. Бельшор, что надо с ним сыграть. Бельшор. Андраде. Бельшор. Гоняет туда-сюда. Лансано Диаси. Диаси еще как мальчик. Из детской юношки футбола мяч отнимает, бегает. Нужно немножко линию мяча перейти, по-другому смотреть. И смотреть именно в глаза футболистов, кто с мячом, а не на мяч. Вон, хорошую скидку груди сделал. Но удар блокирует. Каим Брея. Андрад. 3.30 до завершения основного времени матча. Португальцы очень близки к выходу в полуфинал. Вспомним, что до бразильцев чемпионами мира были именно португальцы. У себя на родине в 15-м году Маджер стал двукратным чемпионом мира. Ну, официально один раз. Официально, да. Под эгидой FIFA. Но тот чемпионат в Эшпине у португальцев появился потрясающий. Хотя там тоже были вопросы по матчу со сборной России. Желтая карточка Вону. Мы увидели триплинг Диаи. Так, так, так. Что это такое? Ну, по-доброму, как мы говорим, забирает мяч. Вот, пожалуйста, во всей красине Диаи. Вообще, за этот жест и поход к арбитру матча Вон мог заслужить и вторую желтую карточку. Но его могли бы выгнать Вон. Но Вон остается пока. Да, он начал доказывать, объяснять рефери свою правоту, что нарушение произошло дальше. Пытался выиграть несколько метров для своей команды. Но простили. Простили арбитры. Ну, это история диалога из области психологии. Потому что здесь метр вправо, метр влево. Они играют роли большой. Мажет, мажет Диаи. Сила подбадривать своих подопечных. Три минуты – это много. В ближайшую минуту нужен гол, да? Сенегальцам, иначе тогда, я думаю, как ты говоришь, придется поставить точку. Да, и снова остановиться на стадии четвертьфинала. Удар Ндиая. И сюда он пошел, Ндиай. Ну, вот это здорово. Молодец, что он видит, что в атаке не получается. Уже начинает сам подключаться к капитанам команды. Возможно, где-то на трибунах великий, ужасный Луис Человер. Да, Хосе Луис – это, наверное, самый забивной воротарь в истории футбола. Или наряду с Рожерио Сенни, да? И Хорхе Кампес. Рожерио Сенни, пожалуй, обошел. Человер-то? Ну, потому что бил постоянно, а Человер порежет. Пенальти штрафные. Как они штрафные исполняли? Бигита, Человер. В пляжном футболе свои герои. И Чушков, и Андраде. Ну, Кампес... Кампес подключался, наверное, ну, побольше, чем Диай, да, за матч? А Кампес иногда и полевым даже его выпускали в чемпионате Мексики в расхожей истории. Извиняется. Бэм Мартинш понимает португальцы, что им осталось совершить маленький шажок, и они окажутся в одной-второй финал, а будут ждать соперника либо Япония, либо Уругвай. Две очень дисциплинированные команды. Но Уругвай, скорее всего, сыграет, большей частью, вторым номером. Будет кусать японских соперников. Ну, здесь уже Сенегау вряд ли попусает. Вот опять они от души играют. Мамаду сила. Со всей своей богатырской силушки махнул мимо мяча Мамаду. Уже можно постепенно подводить итоги. В любом случае Сенегалу большое спасибо за этот чемпионат мира. Здорово сыграли на групповом этапе. И сегодня до поры до времени бились. Еще шансы сохранялись к середине матча. Бились, но Португалия мастерством, опытом, техническим оснащением забрали, конечно. И злосчастный. Одеяло. Злосчастный автогол Диаси. Ну, вот там, да. Тоже выбил из колеса. Не без доли такого комминзма, потому что Сенегал играет с душой. Но этот автогол, наверное, войдет уже как в аналог. Его надо будет смотреть и не понимать, как может так попасть. Маджер вот появляется, наконец-то. Откуда он вышел? Легенду. Индиай, Индиай бросает прорыв. Нет. Прикашет не будет. От песка мяч в руках у Андрады. Бельшор куражится. Минди его накрывает, бьет воротом, подбирает мяч, еще левой ногой. Передача какая. А никто на дальнюю не побежал. И хорош там был Торыш, который приударит до этого. В первом ударе Минди убрал демонстративно руки за спину. Бе Мартин. Все, уже точно поздравляем португальцев с выходом в полуфинал. Они добавляются к сборной России. Пока европейский у нас чемпионат мира получается. Две европейские сборные в полуфинале. Это не максимум, а уже точно будет 3. Уже точно, совершенно верно. В 13,5 секунд Португалия выходит в полуфинал. Там дальше либо Италия, либо Швейцария. А вот в заключительном четвертфинале Япония-Уругвай. И бальзам сейчас на душу Маджеро. Нарушение правил 4 секунд. Диай не успевает из своих 9-метровых мяч вывести. Там еще и борьба была. Напоминаю, что 4 секунды именно на ввод мяча. И удар в центр поля Маджер. Меня сейчас так немного током ударило. Я только сейчас осознал, что Уругвай, если выйдет в полуфинал, Уругвайцы скажут, а мы ведь круче всех. И хозяев, и парагвайцев, и даже бразильцев. Но им есть чем гордиться уже, да. Они достойно выглядели очень целостно. И даже без Луису Суареса и Энцок Франческали. Удар Маджеро. Ай-яй-яй, Маджер. Выше ворот. Убил какого-то парагайского сейчас Воробья. Но это не влияет на счет. Португалия уверенно выигрывает. Опа! 4-2. Только я хотел сказать, что счет уже окончательный. Менди отличается. Рауль Менди из передачи Ндяя. Ну, типичная комбинация для сборной Сенегала. С левой почти в самую девятку. Вот мяча. И бриллианта вышел, пожалуйста. Ну, сейчас сыграл не как бриллианта. Поздно вышел слишком. Скажем так, как золото 528-й пробы. Сила и Менди забили у сборной Сенегала. Джордан, Автогол Диаси, Лео Мартинш и Бе Мартинш. Опять братья во многом вместе с Андрааде. Сейчас матчер игру закончит. Сделали этот матч. Ударом, поворотом накрывают. И Португалия в полуфинале. Все, сборная Португалии побеждает. 4-2. Для вас работали Кирилл Земсков и Егор Еремеев. Но далеко не уходите. Впереди европейское дерби. Италия, Швейцария. Смотрите пляжный футбол, дорогие друзья.